Валерий Константинович 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 вы узнаете, что у меня температура чуть-чуть теплее. Красноярск на 500 км в севере, 18-20 среднегодовая. И там, где я живу, 17-19. Вот в этом районе у меня напротив Майна, у меня чуть ниже сад. 17-19 и 18-20 на целый градус. В общем, не подумайте, что если Красноярске в среднем и 18-20, значит, там не бывает северных морозов. Еще раз, среднегодовая, это день и ночь, и утро, и вечер. И тем более, что сюда входит, ну, три месяца. Все, проехали. Вот. Вот такие посылки сравните с тем, что вы получаете. Узнаете, что там у них лежит, в этих посылках. Вот. Из косточки. Сад Екатерина Кузнецова. Видели? Из косточки. И случайный человек для меня, потому что она администратор моего сайта. И вырасти вот это, мы с ней вас не собираемся обманывать. Это из косточки. Вот. Ну, а дальше ее письмо. Снова Челябинск. Вот. И вот, наконец, у нее получилось вот это чудо. Это сеянцы моей Фаины. Конечно, на Фаину уже не похоже, помельче. Вот. Снова как. Снова, в общем, ясно. Красота какая, да? Вот. Это в той теме. Можно было открыть, уже если у меня тема отдельная, именно по косточкам. Ну, тут все подряд. Ладно, пусть будет все подряд. Вот. А Кузнецова Катерина, моя ученица. И она уже, у нее в мозге работает. Она пишет. Тем, кто пытается определить культурное сеянство по листу, у меня такое предъявление не работает. Например, у дерева с самыми вкусными плодами рис небольшой, гладкий, вытянутый формы. А у дерева с крупным, округлым, широким, бархатистым, нощим плестом плоды красивые, ровянные, но мелкие. С легкой горчинкой после укусия. Вот так. Вот что значит школа железа. Вот что значит ученица. Вот это Челябинск. Ну как? Эй, темирязвики, я все время до вас докапываю. Ну, ответьте хоть один разок, ведь я уже несколько десятков раз его вспоминал, потому что копятся и копятся материалы, что вы сами-то не выращиваете. Понятно, с вас взять-то нечего. Но царствовать на сайте, на канале, где миллион сто тысяч подписчиков и морочить людям голову, это нехорошо. Это нечестно. Апортал Малатинский. Прививка на восемнадцатый год населения Сибирки. Владимир Белякин. Кстати, сегодня еще пришло такие же, вот другого фотографий, только там они почему-то краснее намного. Итак, Белякин, вот, прививка восемнадцатого года, сейчас, посчитайте, что ей три года прививки. Здорово, да? Ну, что ты скажешь? А вот еще, ну, что ты скажешь? Вот, потом Ярославская область. Так, это еще Белякин или уже не Белякин? Сейчас посмотрим. О, нет, это, видимо, уже. А кто же? Аптор. Есть Ярославская область, есть деревня. Есть Зоилийская прививка на яблоньку из леса, лесная красавица на ладу, с унировостока на желтую сливу. А это, да, да, кто автор? Ну, это уже понятно, слива. Понятно, это лесная красавица, я ее за километр узнаю. Вот, понятно, что это Зоилийская. То, что это там автор-то был. Доброе время суток у Леони Константиновича персики после, где он на стали наливаться, взял созревание плодом. Еще одна сенсация. А вот откуда взялось это все? Откуда дерево? Из семечки, то есть из косточки, из черенка, из саженца Железова Сергея. А это я понимаю, как бы, и он мне прислал учебную фотографию. Вот укрытие. Наверное, есть связь, смотрите, снегу сколько, смотрите на укрытие. Понятно, да, где персики? Ну, все, все, понятно. Мне кажется, что вот это дерево, вот, костоидная форма, полуукрытое, все, пожалуйста, он, наверное, вот оно и дало ему. То, что вы видите выше. Сергей Ростовская область выросил из косточек, спасибо за вас, что вы... Это значит вот это. Сергей Ростовская область. Твою елки. Люди скажут, я хочу к Сергею. Ладно, иногда люди надеются, что я буду раскручивать их, иногда, наоборот, отказываются от публичности. Наверное, это такой же случай. Валерий Кустин, здравствуйте. Сегодня у нас в празднике исполнилось мечта, едим свои абрикосы и сливы. Отличный вкус, выдержали минус 47, огромная благодарность. Сельхоз ученые говорили, абрикосы не будут растить в Киевском. Вы знаете, почему так говорили? Чтобы не выращивать, так спокойно. А у меня после такой зимы на севере области еще и плодоносили. Три года работал с почвой, и вот просто абрикос его полтора метра за лето. И вот он. А вот он Анатолий. Сидит за рулем. Вот он. Нет, как-то не открывается. Ладно, абрикосы передумал, не успел сфотографировать плоды, не смогли остановиться, съели. Ну, спасибо. Абрикосы съели. Ну, ладно, в данном случае я вижу вишню. Александр Кандауров, ханты-мансийская полярия. Ну, это то же самое. Валерий Касырьевич, спасибо, что делитесь опытом и прекрасными результатами. У нас выживают лишь те деревья, которые посажены по вашим рекомендациям. Лишь те. По-вашему, в этом году Александр Кандауров, патриарс ханты-мансийская фотографиями, наливающийся плодом абрикоса, выращившийся наше сень, свои косточки. Кто мне это письмо прислал? Джозефинника. Джозефинника. Ну, и по-русски Алла. Ханты-мансийская. Так. Ну, в общем, я понял так, что патриарс Александра Кандаурова, а благодаря вам об этом мы все узнали. И про абрикосы в том числе. Так, вот. Давайте любоваться. Академику, ё-моё. Конечно, эффектная фотография, но лады. Они на академика совершенно не похожи. Я ему высылал то ли косточки, то ли черенки, сейчас я уже не помню. И это было давно, видите, в девятнадцатом году, практически два с половиной года назад, он уже имел такие вырожаи. А Ханты-мансийская, это приполярный округ. Вот. Ну, что ты скажешь, сало как сало. Жордель, вот это вот, да, вот эти. Они у меня конкурс выиграли, по вкусу. Первое место. Хотя рядом были Королевские и прочие эти самые. Это Серафимы. Вот он. Любуйтесь. Нашёлся чек, типа корреспондента вот этого Жордефина, который организовал вот эти съёмки. Видите, Абрикос, Жордель, Меритополь, Жордефин. Мне бы надо сфотографировать. Ой, скопировать, показать лишний раз. А тогда тоже плохо. Знаете почему? Может не надо документов. Дело в том, что у меня сейчас тряси начнут косточки, а у меня их нет. А вот черенки плохо трясут. Вот. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Живу в Канаде. Дело в том, что для Канады его как раз вот такие-то и нужны. Сейчас я его вставлю. Кстати, возможно ли пересылка в Канаду? Я тут так отвечаю. Не знаю. Дальше Финляндия не отправлял за границу. Но Финляндия это не за границу. Это чуть ли не округ. Санкт-Петербургский. Пусть не обижается на меня финны. Вот. Но финны не за границу. Для нас. А вот Канада это не знаю. Вот это как раз бы и к ним подошло бы. Но это так случайно можно считать. Пойдем дальше. Итак, у Кандаурова и вот такие растут. В приполярном округе Хатемансийск. Такие, 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 и такие. Здорово, да? Вот. Пойдем дальше. Пойдем дальше. Посмотрели. Хорошо, на толщину эту фотографию. Я про нее не вспоминал ни разу. А тут написано. Железо ВК. Начал созревать. Значит, еще лучше будет. Вот. Ну, а это что? Сенец Самура. Вот вам иконочка. Эй, Тимирезовик, я знаете, пока не извинитесь за эти хамские слова, за прямые оскорбления. Прямо настоящие оскорбления. Знаете, такие, что даже повторять стыдно. Вот. Я буду вас вспоминать каждый раз, когда показать, что там действительно же, в Кировской области ученые не хотят заниматься этим. А у вас же в Тимирезовике, вам же, это, вашей преподавателю били в мозги, что это невозможно, вырастут дички. Ну, амур вырос, конечно, поскорбнее, раз он из косточки. Вот. Но все-таки это, все-таки сало как сало. Чего его кромпать, да? Вот он и персики. Ну, кровать, наверное, я сейчас подробностей уже не могу сказать. Другое дело, что персики мои, то есть от меня пошли, поэтому они попали в эту папку. Да, Кандауров, да, волшебник. Вот, но, о, вот он, вот наш герой. Вот. Но приятно, что все, что у него растет, именно мое, а не от чего-то другого. Так, друзья, что тут дальше? Владимирская область. Сейчас я пылоточек сделаю. Что-то в горле дорычить. Здравствуйте, Железовы. Перед вами этот прошлогодний пересылки. Надеюсь, вы не забыли меня. И по возможности высылайте заказ с этого года. Жду с нетерпением Николая. И что он, представляете, перед вами царь прошлогодней пересылки. То есть, я так уже понял, Железовы, это Сергей Железов, его жена Татьяна Железова. Вот. И этот саженец, скорее всего, сеянец. Может быть, привитый, врать не буду. Это явно Сергей высылал. И с косточки бы, да, так не получилось быстро. А тут на второй год он уже с персиками. Но не болтун. Посадка, видно, по Железову. Видите, хол. Вот. Наверное, он был перед пересылкой обрезан. Где-то вот тут вот. Это тоже очень важно, чтобы балансировать корни с короной. Вот тут был обрезан. Это уже наросло и сразу зацвел. Здорово. Еще раз. Николай Склокин. 2018 год. Результат прошлогодней пересылки. То есть, письмо, это 2018 года. Значит, 2017 он получил саженцы. Вот. И вот результат. Это вам не эти. Интернет-магазины, которые я называю моргами пополам с реанимацией. Представляете, стоят саженцы. У нас в городе тоже есть такое. Стоят саженцы. Часть на улице, часть в этом, в бестибюле. Вот. И медленно умирают. Уже лето настало. Уже еще и растут, листья растут. Уже их надо выбрасывать. Они уже никуда не годны. Вот. И все еще надеются, что найдется кто-то и покупает. И действительно покупает. Вот. Наверное, смерти. А настоящий питомников, не знаю, есть такое выражение, раздвое пчелся. Вот эти раздвое пчелся, это питомник Сергея Железова. Ну, не я же придумал. Дело в том, что с Николаем Склокином мы дружим. Вот. Николай Склокин, вот его электронный адрес. Он никогда не это самое. Не станет его, тем более никто не просит рекламировать. Так, что это значит? Полезные советы по садоводству и здоровью. Или это было мое? Или это от кого-то пришло? Ну, все, 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 догадаемся. Так. Наташа Зубарева. Вишня гибнет. Интересно про Вишню знать побольше. Наверное, это название не мое. Наверное, кто-то ее научил. Так научил, что она пишет, Вишня гибнет. Вишня гибнет по всей Европейской России. У нас она не гибнет. И погибнуть, несмотря на Мороза, не может в принципе. Ее невозможно убить. Вот. Надо не просто ее, это. В общем, мне интересно узнать ей побольше. Так. И вот что я сделал. Я написал здесь коротко. Ненужная, неумеренная, смертельная обрезка. Деградация близ короткая. Встречивание. Вот. Нужна свежая кровь. Вот. Это просто здесь, потому что так уж она сюда попала. Именно в эту папку, да. А фактически у меня каждый понедельник, вот ближайший понедельник будет, наверное, сегодня суббота, да, послезавтра, 24 января. Вот. На всякий случай, может быть, прибавится хоть пару человек еще с моих слушателей. Вот это вот мой сайт. Видите? Сейчас покажу его. Если вы наберете вот здесь вот сайт Садового Дожелезова, да. Вот. Три слова по-русски. В Яндексе, например. Вот здесь вот. Вы попадаете вот сюда. На сайт. Здесь очень много советов. Фильмов. Здесь очень много опубликованных статей. Вот. Это тоже надо бы. Все надо знать, потому что творятся дела такие, что приходится к президенту обращаться. Другое дело, что кто-то ему материалы готовит, он никогда это письмо не пропустит. Сейчас такой уровень садоводства. Правильный случай отправит какой-нибудь академика. А он ответит так, как ответил, например, моему другу, главному редактору московского журнала. Если в садовую реприку. Железу. Железу проходимец. Ну что, будем проходить дальше. Давайте использую это слово в лучшем смысле. Проходить. Не мимо, а куда надо. Итак, гостевая книга. Нажал. Ну тут все как всегда. Рекламу убираем. Рекламу убираем. Рекламу убираем. Так, теперь. Вот это вот. Вот это вот, видите. Вебинар Железа 24 января. Например, вы не в этот понедельник, послезавтра не можете его видеть. Не можете зарегистрироваться вот так, здесь, здесь или здесь. Вот, ничего. 7 дней это самое. Прибавили. Получается или 31 января, или 1 февраля. Я не помню сколько дней. В общем, получается, каждый понедельник, это пятый год продолжается. И тогда вы окажетесь там, где вы все узнаете. Вот. Вот таким образом. Теперь мы с вами возвращаемся. Вот это плодо. Вот оно. И что дальше? Еще осталось 3 минуты, и он отключится сам. Тамара Кокко. Что такое? Уважаемые рекламы, все еще обязательно делитесь опытом активного образа жизни, бодрости, души. Ведь просто так садамы такие плоды давать не будут. Они любят вас, как и вы их. Это и есть энергия. Вот. Ну а дальше диета, паста полезная. Это я собрался ей отвечать. Деградация благодаря комфорту тоже хотел отвечать. Но это, естественно, тема сегодня другая тема. Есть еще сады в России, потому что мои сады расположились от Сахалина. Четыре раза шаловая увеличил размер моих персиков. Размер, в смысле вес, крупность моих персиков. Вот. От Сахалина и до Коксграда. Там Александра и Людмила удвоила, а это делается уже сами знаете, по железам. Удвоила вес плодов, абрикосов до 130 и более грамм. Вот. Переплюнулась у учительа Железова. Я уже сказал ей, уволюсь. Будете сами проводить вебинары, раз в случае результат. Но это хорошая шутка. Даже не горькая, а добрая. Ну что, наше время истекло. Клон Железова на Урале. Наверное, это будет уже следующая серия. Последний раз говорили, давайте не больше десяти минут. Мы устаем, нам некогда. Последний будет, давайте не больше пяти минут. Потом, правда, те, кто сказал, давайте пять минут, обругали тех, кто уже привык к моим получасовым. А начиналось с трех-четырех часовых. Я думал, послата до вечера будут сидеть, разину в рот. Ну что, ограничиваемся получасом. Друзья, на этом заканчиваем. Так. Значит. Где-то тут рядом было, или выше, или ниже. Баночки стояли с этим. Вот сколько тут мы всего будем с вами изучать. Может даже сейчас. У меня уже есть фильм про этого волшебника. Четыреста пятьдесят тысяч просмотров. Вот. Естественно, это непростой фильм. Это доказательство невозможного. Да? Так что продолжать будем. Ну, это от вас зависит. Принято у нас все время приходят какие-то ролики. Там, какой-то ерунде. Какие-то тиктоки. Я это не смотрю. А другие фильмы такие же точно и названия почти такие же. Смотришь. Триста, пятьсот посмотров. Не тысячи, а просто. Поэтому многое зависит от того, будете ли вы копировать и размножать. Итак, мой канал, куда попадет этот фильм, называется «Садоводство по железу». Вот все это. Садоводство по железу на канале. Ну что, друзья, заканчиваем. Или проверим, так ли это, что «Садоводство по железу». Ну, может сейчас не успеет, он может отключиться. Так. Садоводство. Ну-ка, есть чуть дальше. А вот есть «Садоводство по железу». Вот есть «Садсип», официальный сайт. Вот «Садоводство по железу». Смотрим. Да, все правильно, я попал. Здесь то ли тысяча, то ли две моих фильмы. Вы не смотрите на другого мужчину. Это был праздник, это крещение. Вот. Видите, что сколько кто-то интересовал. Я хочу, чтобы у вас не опустились руки. Чтобы таких садов было много. Это «Сибирь». Здесь каждый год до 40 градусов. Я надеюсь, что вы поверите мне. И так. Мне. Садоводство по железу. Продолжение следует...